Приветствую вас, дорогие мои любительницы повышевать на канале Креативной Вышивки. И это вторая часть того самого видео, где я сшивала прянично-кофейного ангела. И давайте с вами полюбуемся, как прекрасно выполнена, разработана и изготовлена вот эта прекрасная кукла Брукс Букс. Конечно же, в данный момент я сейчас нахваливаю не себя, а прекрасную фею, которая придумала сначала, естественно, нарисовала, а потом воплотила в жизнь вот этих вот замечательных куколок. Что мы видим? Почему же это у нас ангел? Ну, во-первых, то, что здесь присутствуют крылья, да, и, соответственно, все остальные детали, они к ангельскому уже не имеют никакого отношения. Более немножко такое все приземленное, но все-таки это, наверное, идеальная женщина. И таких идеальных женщин у нас несколько, потому что вот эта идеальная женщина, она прекрасным образом готовит, как мы видим, да, ну, просто ангельская женщина. А вот эта вот ангельская прекрасная фея-женщина, она умеет рукодельничать, это мы с вами. И третья замечательная красавица, фея-ангел, это фея-подарков, ангел-подарков, но, опять-таки, это название я дала своим куклам сама, я решила их так назвать. Давайте сейчас каждую с вами внимательно посмотрим, но впоследствии, конечно же, мы полюбуемся. Ну, я снимала, вы видели данное видео, где я подробно и близко показывала вот этого ангела, насколько я могла это близко и хорошо вам показать. Видите, я специально изгибаю куклу таким образом, чтобы вы могли увидеть и бисер, и все вот эти вот накладные элементы, которые создают эффект 3D. Так, это у нас ангел-подарков, также рукодельный ангел, который, мне кажется, он наиболее удачный и наиболее красивый по соотношению ко всем другим. Мне очень нравится прическа, очень нравится воротничок, елочка на пяльцах, а ножнички, вы знаете, я даже представляю, наверное, что это ножнички-сажу. Самые, что ни на есть настоящие, о которых я все-таки мечтаю. Надеюсь, что когда-нибудь они у меня все-таки появятся. Но мечты надо исполнять, поэтому я думаю, что все, в принципе, осуществимо и все в наших руках. Так, и еще раз давайте посмотрим на прянично-кофейного ангела. Вот, как он у нас изготовлен, вот варежка, от которой я просто млею, скалочка, половничек-ложечка. Вот такая вот замечательная кукла. Но я обязательно в конце поподробнее, вот в самом-самом конце видео, вам покажу эту прелестницу поближе. Итак, давайте посмотрим, чем у меня укомплектованы данные буклетики. Конечно же, сейчас я вам буду показывать остатки, но остатки сладкие, как говорится. Так, сейчас я взяла ниточки от ангела рукодельного. Вот как по остаткам ниток мы видим, что основную часть ниток у нас составляют зеленые оттенки. Это практически вот эта вот вся планшетка, вы видите, да? Зеленые темные, болотные оттенки, светло-зеленые, такие изумрудно-зеленые. И уже такие пастельные тона, которые относятся непосредственно, допустим, к самому лицу. Это щечки, область лба, обрамление шеи, ну и так далее. То есть понятно, да, какие здесь оттенки. Старайтесь подбирать это по карте, для того, чтобы действительно у вас не получилось того, что вы будете делать не складки платья, да, а у вас просто получится какая-то абра-кадабра. Да, вот если вот так вот смотреть издалека, вот действительно ощущение того, что вот это вот, вот эти вот темно-зеленые вкрапления мулины и создают такой эффект складок. Если вы возьмете просто наобум первый попавшийся зеленый, то у вас вот такого красивого перелива и эффекта складок не получится, да? Если бы вы взяли какой-нибудь вот такой вот цвет, естественно, вот такой красоты не получилось. Соответственно, ниточки вы можете все подобрать, но подбирать их обязательно по карте. То есть не подбирайте так, что вы смотрите, ага, платье здесь зеленое, возьму я наобум три зеленых, лицо здесь розовое, возьму щечки, сделаю свекольного цвета, лицо бежевое и так далее. Для того, чтобы у вас получилось действительно вот такое лицо, то вы должны подбирать четко по ключу. Вот для лица, для шеи и для рук я советую вам все-таки воспользоваться ключом. Если вы хотите в остальном сэкономить, то, конечно же, по карте вы можете подобрать приближенные цвета к этой марке Мулине, но взять абсолютно другие. Вы знаете, я, конечно же, докупала Мулине, но докупала я не все, я воспользовалась точно так же картой. Но у меня коллекция Мулине ДМС, но каких-то цветов у меня не было. И, соответственно, я их заменила на приближенные. Значит, вот таким вот образом я делала подбор. Но, опять-таки, повторюсь, не всех оттенков. Многие оттенки заменить нельзя, к сожалению, потому что именно эти оттенки играют свою роль. И именно эти оттенки будут смотреться только так и никак не по-другому. Поэтому смотрите, что вы заменяете конкретно, что вы будете заменять. Давайте рассмотрим с вами на примере, вот, допустим, если смотреть на ангела чайно-кофейного, какие оттенки можно заменить и какие можно подобрать. Например, вы видите то, что платье у нас состоит из нескольких оттенков красного. И вы видите, что одно место темнее, другое место светлее. Вы можете подобрать похожие оттенки. Видите, здесь, в принципе, очень-очень легко это сделать. Если рассматривать подбор данного ангела, ангела подарков, то, к сожалению, спешу вас расстроить, что на 99% подбор к данному ангелу будет сделать очень сложно. Нет, не в том смысле, что вы не найдете розовые оттенки. Не в том смысле, что вы не сможете заменить нити крейника. Но, вы знаете, я могу вам сказать то, что если вы все это абсолютно замените, эффект у вас будет абсолютно другой. Потому что здесь процентов на 90% вот эта кукла вышивается нитками крейника, которая добавляется даже в обычную хлопковую ниточку. И вот эта вот вся юбочка, вот эта вот часть платья, вот эти вот рукава, низ платья, он весь вышивается нитью крейника. Точно так же, как и подарки, точно так же, как и частично у нас вышивается все, что висит на веревочке. Тоже вот здесь, видите, здесь ниточка крейника, здесь на веночке ниточка крейника. Крылья полностью из крейника вышиты. Поэтому заменить здесь достаточно сложно. Но если вам нравится, например, ангел рукодельный, то здесь это сделать намного проще. И давайте с вами посмотрим, что можно сделать для того, чтобы вышить этого прекрасного ангела и сделать здесь прекрасную зелено-желтую металлизированную нить. Потому что металлизированная ниточка зелено-желтая, она идет, видите, летая. То есть я не соединяю несколько оттенков. Я использую всего лишь одну нить. По толщине, по-моему, это четверочка у крейника. Сейчас я уже точно не помню, но, по-моему, четверка. И, соответственно, сложно подобрать, да, согласитесь, у любой другой марки что-то металлизированное для того, чтобы у нас был именно вот такой эффект. На данном платье, конечно же, вы можете взять либо зеленый, либо желтый, попытаться это вышить. Но это будет немножко не то. Потому что, ну, если брукс-букс задумала именно вот такой эффект, я думаю, что смотрится это платье достаточно эффектно именно вот с этим переливом ниточки. То же самое я могу сказать и про эту елочку, которая вышита этой же самой ниточкой. Я для вас приготовила две ниточки. Одна из них это зеленая, ярко-зеленая металлизированная нить. И вторая металлизированная нить золотая. Я не сказала, чтобы она желтая или ярко-золотого цвета. Немножко как бы такая приглушенная ниточка. Значит, моточек выглядит вот таким вот образом. Смотрите, видите? Достаточно ярко-зеленый оттенок. Даже, мне кажется, изумрудный, как вы думаете? Если сравнивать нитку крейника и металлизированную нить, понятно, что металлизированная нить ДМС проигрывает крейнику, потому что вы видите, да, то, что ниточка крейника, она состоит из большого количества, вот на кончике очень хорошо видно, переплетений ниточек. Я еще хочу сейчас добавить желтенькую ниточку. Видите, я ее вот так вот кручу, и вот на самом деле непонятно, то ли зеленый, то ли желтый цвет у нас получается. Я думаю, что для толщины можно добавить еще, наверное, желтенькую ниточку. Сейчас посмотрим, попробуем, что из этого получится. Так, мне кажется, ощущение, что больше желтого, а в ниточке крейника все-таки больше зеленого. Так, давайте добавим еще одну зеленую ниточку. Ну, вот приблизительно я добилась эффекта, то есть я взяла изумрудного цвета Е699 и также взяла металлизированную нить желтого цвета под номером Е3852. Я не скажу, что это прям один в один у меня получилось, но, по крайней мере, какой-то эффект, что-то, какое-то подобие есть. Значит, из этого я делаю вывод, то что, в принципе, при большом желании, если у вас есть дома в наличии мулине металлик, неважно, какого производителя на самом деле, главное, если вы подберете нужные оттенки, то вы вполне можете заменить нитки крейника. Но также имейте в виду, что если вы будете это все докупать, то экономии у вас никакой абсолютно не получится, потому что здесь у нас в катушечке всего лишь одна ниточка, а здесь, получается, нам нужно покупать два моточка, которые будут равны вот этой катушечке ниток. Соответственно, нам проще купить оригинал, а не мучиться и делать какой-то непонятный подбор, именно то, что касается металлизированных оттенков. Это мы с вами разобрали, то, что крейник действительно при желании можно подобрать. Также давайте с вами посмотрим, что еще нам будет необходимо по ключу, для того, чтобы вышить этих прекрасных, замечательных ангелов. Значит, о мулине ДМС мы с вами уже поговорили, то, что мы можем их заменить любыми другими оттенками, любыми другими марками, но нужно их подбирать таким образом, чтобы они действительно гармонировали, у вас не получилось лицо, как будто это какая-то золушка, испачканная сажей, да, для того, чтобы у нас действительно получился такой красивый, с красивым розовым, пышущим лицом, и все было замечательно. А дальше о крейнике мы с вами поговорили, то, что частично его можно подобрать, частично это сделать невозможно. Дальше, что у нас идет еще по ключу? Еще у нас по ключу идет бисер Милл Хилл. Итак, давайте я сейчас вам еще раз покажу, что из себя представляет этот бисер, и мы с вами порассуждаем, можно ли его заменить чем-либо, ну, в том смысле, что другим бисером можно ли его заменить. Вы знаете, это тоже такой достаточно плавающий, двоякий вопрос, потому что я могу вам ответить на него и да, и нет. Значит, почему? Во-первых, вы должны подобрать именно тот размер, который идет у этих кукол Брукс Букс. Вот именно того размера, потому что если бисер будет слишком большой, то это будет очень-очень некрасиво смотреться. Подбирайте бисер таким образом, чтобы он не смотрелся чересчур гигантским на куклах. Вот, как вы видите, воротничок, он выполнен такими достаточно аккуратненькими, небольшого размера бисеринками, но, в принципе, именно этого размера они идут все в этих куклах. Другой нестандартный бисер Милл Хилл, другой калибровки, другого размера в данных куклах не идет. Если вы дома найдете какие-то залежи своего бисера, все-таки акцентируйте внимание, что они должны соответствовать крестику на выполняемой работе и не должны выходить за рамки. Значит, это первый вопрос. Значит, второй вопрос по подборе бисера. Это то, что, посмотрите внимательно, я положила вам два оттенка красных. Если у вас идет по ключу красный цвет, это не значит, что вы можете взять тот красный цвет, который есть у вас. Если по ключу идет вот этот вот цвет, да, то если есть у вас этот, он уже не будет так гармонировать, он не будет так смотреться. Давайте я вам тоже приведу сейчас пример. Посмотрите, если взять три нижних элемента, ну вот, например, допустим, тот же кексик. Вот эти вот прекрасные ягодки, если вы их сделаете розовыми или недостаточно красными, то это уже будут не эти ягодки и вот будет действительно ощущение, что что-то не то. Поэтому по ключу, конечно же, я использовала вот этот вот бисер. Если бы я использовала бисер цвета красной икры, которая, в принципе, не красная, да, а такая, более рыжая. Поэтому нужно подбирать это все таким образом, чтобы все прекрасно сочеталось. Также интересный вопрос, на который я хотела бы вам ответить и рассказать. Можно ли вышивать этих ангелов не на перфорированной бумаге? И если не вышивать именно на бумаге, то на чем можно вышивать? Вышивать этих кукол можно на льне. Вот я сейчас вам приготовила кусочек льна для того, чтобы показать. Первая схема, которая находится на развороте данного буклета, это схема, специально разработанная для льна. Вот здесь это так и написано, то, что это для льна. А для перфорированной бумаги выглядит схема вот таким образом. Я ее уже, естественно, подчеркала. И как, значит, я определила то, что даже не владея английским языком, где на льне, а где конкретно для перфорированной бумаги. Вот то, что идет на льне, видите, вы куклу уже вышиваете с крыльями. Что касается вышивки на перфорированной бумаге, вы видите, да, то, что здесь платье мы вышиваем полностью. И человечка и кексик мы уже дополнительно сюда пришиваем. Для чего вышивается здесь все платье? Казалось бы, зачем? Зачем Брукс Букс так это изготовила, так разработала эту схему? Вообще, зачем это нужно? Если здесь пришивается, здесь все равно ничего не будет видно. Но, знаете, я могу вам ответить на это только тем, то, что кому-то может не очень понравиться вот этот вот пряничный человечек, и кто-то не захочет его иметь на юбочке. Вы вышиваете это платье. Если вы не хотите больше сюда никого и ничего пришивать, вот таким образом и будет выглядеть ваша кукла Брукс. Если вы хотите дополнительно иметь крылья, вы вышиваете отдельно крылья. А потом уже нанизываете все остальные дополнительные детали, которые идут по схеме. Как же вышивается на льне вот эта вот прекрасная дама? Ну, точно так же, как на перфорированной, как я сказала, вместе с крыльями, с дополнительными деталями. А остальное вы точно так же вышиваете отдельно и уже каким-то образом нанизываете. Ну, в данном случае мы здесь не нанизываем на веревочку. В данном случае у нас идет отдельный кармашек. Вам придется потрудиться и кармашек вышить из кусочка маленького льна. Вернее, маленького кусочка льна. Так что вот так вот Брукс Брукс подошла к своим прекрасным феям, ангелам. И она разработала этих кукол и то, что их можно вышивать на ткани, и то, что можно вышивать их на перфорированной бумаге. Так что я думаю, что на вкус и цвет здесь мы все товарищи, потому что здесь можно и таким образом, и таким образом, и все замечательно попробовать. И первая появляется в кадре именно та куколка, которую я вышивала самой первой. За ней идет куколка Ангел Подарков. Она была вторая в вышивке, потому что я вышивала ее именно непосредственно к Новому году. Я не хотела иметь Ангела Подарков уже где-то в феврале, и я правильно расставила акценты. А вот этого Ангела я вышила до Нового года. Вот этого Ангела я вышила к Новому году. И вот эту прекрасную любительницу поугощать я вышила уже после Нового года. Посмотрите, какие прелестницы. Это все-таки, как мне кажется, идеальные женщины. Значит, в чем они идеальны? Ну, во-первых, то, что это Ангелы, да, Ангелы воплоти, в прямом и в переносном смысле. Значит, первый Ангел, рукодельный, это рукодельница, которая умеет все. Она умеет шить, да, мы видим. Она умеет вязать. Она умеет вышивать. Она абсолютно все умеет делать. И, как мне кажется, вот эту юбку в стиле певчок она сделала самостоятельно. Дальше у меня идет Ангел подарков. Ангел воплоти тоже Ангел, идеальная женщина в чем же? В том, что она умеет изготавливать подарки своими руками. Во-первых, начнем с того, что она эти подарки не только сделала сама, но она их и самостоятельно еще красивым образом завернула, испекла вот такого замечательного пряничного человечка. И посмотрите, какой у нее замечательный леденец, да, вкусняшка. Также сапожок, я думаю, он с подарками. И символ Нового года, один из символов. И также последняя прелестница, последний Ангел. Это Ангел чайно-кофейный. Я называю этого Ангела именно так, потому что я считаю, что этот Ангел идеален во всех смыслах, то, что касается кулинарии. Как вы, со мной согласны или нет? Потому что, знаете, вот сначала я как бы об этом не задумывалась, но когда я начала сшивать детали, я поняла. До меня вот почему-то дошло, что не просто так вот эта варежка, скалочка и половничек-ложечка. Вот эти детали поспособствовали приготовлению вот этого всего кулинарного шедевра. Вот этих всех прянично-шоколадных различных вкусняшек. Также она заварила вкусный чай. Также она приготовила нам десерт. Мне почему-то это напоминает, что это тортик. Я думаю, что тортик даже с йогуртом. Такой воздушный, вкусный. И также она дает нам понять, что это все-таки праздничные приготовления. Потому что, во-первых, мы видим здесь снежинку. А во-вторых, мы видим, что вот этот вот кексик, он больше новогодний. Потому что вот это вот зимние ягодки, вот насколько я понимаю. Поэтому все эти ангелы, они связаны с празднованием Нового года. Здесь это подтверждается опять-таки вязкой и шитьем различных новогодних аксессуаров. Здесь новогодних подарков, а здесь новогодних приготовлений к праздничному столу. А вот таких вот замечательных и прекрасных ангелов я вышла. Вот такие вот два замечательных видео я для вас подготовила. И в конце, естественно, я покажу каждого ангела вам поближе и вставлю фотографии. Так что на этом я буду с вами прощаться. Увидимся и услышимся с вами в моих новых видео. Всем пока! Следующее видео, кстати, будет отчетом ОСП «Зимнее настроение», которое относится к сказочному миру Ботти Трэц. Так что ждите новое видео скоро. Еще раз всем пока! Ну вылитая я, правда?